всем большой привет дорогие друзья и рада видеть вас на своем канале да очень давно вы за наверное на прошлой неделе я здесь усаживалась и разговаривала с вами вот так вот просто без всяких хождений по соли кстати мне женя написала моя зрительница написала что оля не соли а сейл да женечка я знаю я в курсе но это такой небольшой наш сленг знаете как лухари это типа лакшери или там verse если кто смотрел фильм то ставьте лайки пишите комментарии что вы смотрели этот фильм смотрел этот фильм за его название явно пришел где-то здесь я не помню как он называется то ли то ли то ли что-то там про проживу что-то там про танцы в общем verse это тоже мы понимаем что это персачи но с тех пор мы называем только verse или так как конес чтобы за что-то канны но это конес короче это наш сленг поэтому если вам нравится такой сленг то пожалуйста берите себе соли или пользуйтесь пользуйтесь и наслаждайтесь кстати про соли вот эти вот подушки ксюша недавно понравилась на гритале откуда подушки я их иногда меняю и это все эти наволочки из икеи и сейчас кстати вот этот принт он дел они сделали такой типа большой принт в общем вчера начался и ки сэл и ки сэл и мы такие едем в машине я говорю или и ки сэл яри говорит я могу вас завести вы там себе тусить тусите он терпеть не может от магазина горит идем за тапками выходим теме с чеком на 300 долларов непонятно что купили в общем ладно эти по поводу соли с прошлого видео это и серьги я вам показывала когда я зашла в магазин или не показывала и не помню короче это из магазина порфуа который порфуа порфуа по-моему порфуа тоже такие классные они весят минус 20 грамм они вообще это никакая не не жемчуги никакие ничего но мне они очень понравились я подумала что они очень даже летние или даже зимние короче неважно мне они очень понравились они были по хорошей скидке по-моему они мне стоили 30 шекелей ну не важно и я сегодня в своем платье доярки от манго я сегодня сделала вот такое сегодня прическу и я без помады потому что потому что я вам обещала разобрать вот эту вот мою помаду вот это вот мою мое добро кстати я в прошлом видео тоже вам как-то говорила что моя коллекция мне нравится слова коллекция и может быть мы как-то подберем и я думаю так может быть я буду называть это видео мое добро скажите как как вам это название вы поймете вообще о чем бречь короче неважно потому что у меня еще по плану сделать до планом и сделаем мы все сделано все по плану я тоже только что переписывала сирой и я говорю у меня вот этот мой контент план он не дает жить потому что если я не сделаю это видео пока то которая у меня есть списке мне что-то роботе как говорится так я принесла тоник и ватные квадраты диски я без помады мне солнце светит прямо глаз и я выгляжу у меня такое впечатление что я выгляжу в камере как-то ужасно и да если вам не нравится мои приветствия мои интро и мои вот эти вот болтология то вы можете всегда во-первых выключить это видео есть кнопка выкал и тогда вы просто не нервируете себя моими моим этим моими монологами диалогами и либо же если вам сильно хочется перейти прямо к делу без отступлений лирических и нелири нелирических просто переходите на следующий блок я последнее время всегда разделяю тайм-кодами свои видео по теме и сеть сегодня точно так же как мы сделали видео о моих бальзамах для губ если вам интересно то просто пройдите в список моих видео она будет там где-то пред пред каким-то последним либо же его ли залинкую под этим видео здесь я не знаю как мы сможем посвочить вот эти вот все помадки которые у меня есть это все помады именно ну тут даже может быть здесь будет какой-то тинт наверное скорее всего так он часа пять начал сверлить мне это просто блин капец либо же я потом ну когда буду монтировать я уже посмотрю я уже определюсь если это будет все очень плохо выглядит я просто вставлю такие вставочки которых будет все более-менее лучше видно сейчас у меня сосед короче начал делать ремонт и наверное буду как-то дергаться но в общем неважно я все сейчас все помады которые у меня есть разложила сейчас по брендам на самом деле не знаю чего начать но наверное давайте начнем вот с того что я вижу и так как я это делала в прошлом видео я буду разделять тайм-кодами и просто подписывать фамилию вот эту вот да то что здесь находится фамилию бренда и т.д. и т.п. в общем чтобы вы могли увидеть так и начнем мы со стил аудер вот это вот такие вот обалденные обалденные помады которые вы самые красивые которые мне есть они у меня стоят вот здесь на этом моем на этом моем стенде моего добра тоже всякого разного разнообразного по разным темам и так это у нас здесь две помады 1 у нас такая более ягодная а вторая у нас более не ягодная короче так сейчас наверное у нас что-то будет в описаниях наверное что-то будет наподобие этих описание о духах и так это более красная помада она такая красная которая уходит в морковку можно так сказать я кстати без помады потому что мы с вами накрасим губы впоследствии наверное какой-то из помад так давайте чтобы у нас было нормально вот так выглядит этот красный цвет и 2 у нее сестричка есть и она более уже такая цвет такой более сливовый можем так так даже сказать выразиться и я помаду очень часто использую в видео вот так вот она выглядит то есть него видео а именно наношу на губы свои чтобы когда снимаю короче говоря вот так это выглядит так наверно мы будем сейчас делать сводчик так по всей по всей руке а вот это первый цвет он более такой красный красный какой-то может красно-болотные не зажима как это объяснить и вот этот более ягодный и это у нас есть и лаудер так дальше мы перейдем мы наверное я вам сейчас покажу два типа блеска тинта что-то в этом роде и это у нас от этюд хаус и это я уже заказывал у корейцев кстати я спойлерю я вам говорила недавно видео когда мы селькой распаковали айхер то я говорила что я давно у корейцев ничего за к не заказывала и это делаю раз в год и это в июле я не знаю что со мной происходит не за вот это вот какая-то мне традиция пошла и я короче позавчера села и заказала и эта посылка fingers crossed идет ко мне потому что первый раз она шла полтора месяца я уже просто уже не зато молилась всем этим почтовым богам думаю боже мой пусть она уже когда меня дойдет прошлом году она дошла достаточно нормально быстро за 2 недели все было хорошо поэтому да в общем я надеюсь что все пройдет хорошо и это от этюд хаус я обожаю карандаши для правей от этюд хаус или от этюд то есть они иногда меняют короче свое название в общем этюд этюд хаус это фиксинг тинт это такой тинт вы знаете что корейцы обожают эти тинты я не буду сейчас красить им губы но он очень классный и он знаете это такая текстура которая сначала она как бы гелевая но не гелевая а сначала это как блеск глосс а потом она как бы впивается ваши губы и она как бы впечатывается ваши губы не впивается даже не какой-то вампир и она становится матовой у меня делала распаковки этих шортах делала шортах очень интересно очень хорошо я сказала распаковки в маленьких коротеньких видео видите как она выглядит и и следующие следующие в следующих этих свочек вы увидите что она полностью высохнет и она очень прекрасно и удобно сидеть на губах и мне она очень считается не сушит губы ничего то есть нет никакого эффекта пойти когда-то давно вот эти вот типа помадки буржуа у нас были да вот эти матовые типа как были сначала как блеск а потом они вот так вот въедаются просто ваши губы и тогда не может даже разговаривать в общем это не то очень она так бережно она впечатывается ваши губы и очень классно классный цвет но я немножко про прокатилась этим цветом по моему он какой-то джинджер да ну я вам все это раскрыть на корейском до джинджер милк ти это называется ну что-то я как-то думала что-то что будет какой-то ньют она не нет и это сисли и это тоже фито лип твист номер девять классно она очень так вот они сделали такую карандашик карандашик помада и он так вот выкручивается закручивается и давайте я вот здесь вот его вам покажу он больше знаете он очень очень классная текстура кая ну вы думаете да что она будет какая-то помада будет более жесткая но на самом деле такая у нее очень гелеобразная текстура и мне очень нравится эта помада надо ее на самом деле поставить мы не как-то более я вот знаете я очень люблю эти помады но из-за того что я постоянно с этими бальзамами про них немножко забываю на самом деле грешу этим делом и надо вот этот наверное кинуть в какую-то то ли сумку то ли просто поставить аутсайд ну просто поставить здесь в коридоре и чтобы она обстоит какая она классная она очень такая это ягодно ягодно какая-то ягодно ягодно в общем то девятый номер и она немножко по-другому выглядит у меня ног бах но здесь она такая коричнева коричнева какая-то вишневая в общем не очень понравилось это линейка я покупала на скидке в магазине за полную цену я бы наверно и не купила так следующее куда мы перейдем наверно давайте просто в разброс пойду вот этот шанель рушку кублум явно не покупала мне достался в подарок и как-то она мне что-то как-то с ней не не знаю что как-то мне с ней не сложилось но вот так как так я берегу в общем то и вот так вот она выглядит это помадка такая типа она по нюдовая но она как-то на губах очень странно себя ведет на самом деле давайте я вот здесь вот ее вам покажу по сводчу ее она немножко такая очень какая-то жирная не знаю даже как-то как-то даже выразиться она как будто бы убегает у меня с может быть надо знаете может быть даже эти просто наносить карандаш до для губ на все губы а потом уже сверху какой-то помады вот наверное вот это вариант будет очень хорошо эта помада и не за скажите мне если у вас есть рушку кублю серия да если она у вас есть то это наверное что-то с кокосовым маслом потому что она достаточно такая ну очень такая жирная вот вы можете лицезреть очень хороший оттенок классный 116 и так dream ну на самом деле красивый очень но на губах она ведет себя очень странно так и с очень мои точно так же странно странно как-то выглядит вот вы видите что вот этот вот этюд уже так достаточно застыл тент который мы с вами смотрели до этого так и это шанель и наверное тоже ее надо где-то поставить она достаточно достаточно похожие да вот эти вот оттенки и но этот как-то более 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 благоприятно себя ведет на губах мне просто пришлось пойти все позакрывать потому что уже пилят и сверлят с двух сторон точно так же как вчера прям какой-то стерео так сейчас мы перейдем к этим помадам которые у меня есть от герлен и потом мы пойдем с вами в красные помады и может не ладно красные не знаю в общем не хочется уже какую-то помаду на себя нанести на самом деле это вот такие вот конфетки от герлен я не знаю видели вы их или нет тоже покупала это в магазине скидочном есть у нас такие магазины которые продают всякие бренды по скидкам в общем не знаю как ты как эти магазины назвать но в общем помаду из за 100 ляле она меня красила этой помады то ли что очень это такое очень классная коралловая помада и опять же я все все напишу внизу все названия и может даже сделаю эти сводчик которые не сводча который прямо нанесу на губы вот эти вот помады она очень классная помада очень летняя это прям коралл коралл и коралл кораллович и она очень подходит кстати к моему аутфиту сейчас может быть мы нанесем нет хочется что более легкое нанести меня конечно же сразу глаз пошел на шарлотту потому что это моя самая любимая помада всех временных народов но вот так вот выглядит и эта помада от герлен и она очень удобная она просто супер удобная так вот я нужно одной рукой одним движением руки сразу же открыть и нанести это я не знаю зачем это храню потому что этой помады нет на самая лучшая помада вообще которая была у меня когда-либо она ее нет просто посмотрите какая она офигенная не за может быть я хочу выковорить оттуда кстати мы недавно делали это ах я мы недавно возрождали помады корейские помады которые у меня по поломались мы соляны просто взяли растопили это на ложке ну подсвечка естественно и перелили и вы пользуемся может быть это тоже надо с этим что-то сделать то что я знаю что там есть несколько грамм этой этого добра и она очень классная даже не могу вам посвочить но она такая вот типа персиковая и там очень очень много блестящих каких-то частиц блестящих каких-то блесток блестящих блесток так мне надо наверное уже это будет стирать наверное сейчас я сюда что-то посвочу и мы посмотрим ну в принципе в принципе есть чувствуется какой-то как это здесь линия до 1 типа гармония какая-то так давайте 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 пойдем по вот этим вот двум маленьким малюточкам это куда пробник от сифора ну или сифор по-моему или она уже здесь что-то дело это зимняя помада мне кстати здесь все в разброс зимние летние и это от даже наверное да я здесь напишу вам тоже цвет ну это в общем-то от бренда сифора или сифора не так это неважно как мы вы это произносите и это супер супер классная зимняя помада это такая ягода ягодная ягода ягода малина на очень-очень классно смотрится на мои губа когда я надеваю там например что-то горчичное что-то такое коричневое это напомню я или только что сломала нет вроде бы нормально вот так вот она выглядит и она очень классная она не растекается ничего с ними не делается очень классно это морщусь морщусь и общем то у меня этот морщина были вылезла это вот так выглядит а сифора или сифора и и и открытие моем и это от бренда я знаю как правильно произносится этот бренд от бренда торте которые в общем да это тарт но мы называем это торте и это такого типа пробничек тоже пробный вариант и он тоже закончился когда помада заканчивается это означает что я их люблю и я их пользую и это практически дюб от шарлотты пилота который я обожаю но это практически дюб он не совсем дюб но когда например я наношу на губы бальзам просто обыкновенный бальзам и сверху эту помаду то это становится больше похоже на шарлоту и сейчас я вам покажу как выглядит этот свет и он выглядит просто потрясающим это же его надо будет наверно сложить и перемешать вместе с той этой это очень очень красиво и это такой цвет просто ями ями он очень красивый по моему наносила этот цвет когда мы последний раз снимали с или аны видео про их вот так это выглядит и это вот эта их линеечка такая голубенькая у нас не представлен бренд тарт в израиле и это мне просто так передала или что так я кстати так пока пока сейчас мою свою руку я вам обещала прочитать вот эти вот психологов которые рассказывают о характере женщины по срезу помады да как она пользует свою помаду и то есть у каждой из нас есть какой-то определенный тип виды своя своя какая-то инструкция по нанесению помады на губы и я вам наверное просто здесь кину рисунки ну по протяжению этого видео на протяжении этого видео по по этим по номерам и внизу в описании я просто кину разбор потому что я так зашла на какой-то сайт начала читать и там так долго всего почитать и думаю боже мой что-то наверное это будет как-то нудно поэтому я в принципе это вам кину если вам интересно то просто посмотрите на какую-то из этих картинок которые сейчас промелькают здесь на экране и разверните по найдите нужную вам цифру и просто прочитайте и посмотрите а совпало ли это или нет и просто дайте мне на совпало ли это или нет что у меня так половинка на серединку хэти-хэти как говорится и там в общем с некоторыми я согласна написанием с некоторыми не согласна и так давайте дальше я что-то здесь закинула герлен один который мне надо было вам рассказать с теми герленами и это кстати это одна из моих самых любимых любимых линейк потому что у меня была уже помада это маленькое черное платье от герлен и это вот этот цвет который я вам потом напишу это 060 но у меня был абсолютно потрясающий до этого наверно сейчас на эту помаду до этого и это было какое-то что-то нюдовое я не помню уже точно вот не вспомню что то ли 110 то ли 101 то ли 11 ну что-то в этом роде и я не просто ту помаду я и до дыр буквально и заюзала и потом мы с элианой переплавили ее с остатками моей пилоток которая у меня была еще прошлая и перепели переплавили я ну просто цвет потрясающий и этом вот такой вот цвет вот это кстати мой срез и это помада который я боже мой такой аромат лухарный я не вижу себя если честно освещение вроде бы да вроде бы подходит вообще все эти кораллово-розовое но есть кстати розовый отвратительно есть розовые цвета которые дадим от с каким-то непонятными потонами я не очень соображаю в этих тонах потона которые делают то ли лицо каким-то непонятно то ли зубы какими-то желтыми ну короче вы поняли чем я говорю этот вроде бы такой хороший нормальный кстати недавно тоже учета поднимали эту тему про помады и про вкусы и т.д. и т.п. и где-то я что-то читала что женщина за свою жизнь съедает то ли 8 то ли 9 килограмм помады короче это офигенно как много ну да шума и маста моему и так давайте посмотрим три помады которые у меня есть красные помыть те которые у меня у меня было больше на этом их помогут мне было еще а где еще а где-то моего lancome ну вот я уверена что где-то по каким-то сумкам еще у меня валяются или по каким-то карманом пальто у меня валяются помады потому что у меня была такая маленькая lancome я точно это помню типа пробник и где она никто не за по-моему на в кармане какое-то моего пальто да и должна в каком и так давайте начнем с конца самого маленького это на маленькая помада и это клиник это такие вот так нравится вот серия это я не знаю ли это мини скорее всего это меня с чем-то не помню в каком-то наборе и так красный цвет конечно же это один из моих самых любимых цветов помады и а тут самое главное конечно же с подтоном не прошляпить потому что у каждого он свой и это такой ягодный наверно да я это вот так он показывает наверно будет логичнее вы так проводить эту линию и это такое более я он он затем малиново-красный цвет он малиново-красный и она такая жирненькая конечно лучше всего как с красными помадами использовать карандаш и я грешу и я этого практически никогда не делаю я лучше там пойду подведу эту помаду подправлю там никуда не убегала и т.д. и т.п. это одна из моих самых любимых помад ей 350 триллиардов лет но вроде бы она живая и это elizabeth arden и это просто самая моя любимая красная зимняя как ни странно так помада может быть ее уже стоит выкинуть и на короче она очень крутая она выглядит почему и почему-то она мне здесь в красных да вот то есть она выглядит абсолютно какая-то розовая даты elizabeth arden я это коралл это вообще коралловый цвет но почему-то она у меня какая-то в разряде зимних я не знаю почему может быть из-за того что я как-то брала с собой в поездку вену которая в австрии и не знаю ну короче вот так это выглядит и она просто потрясающе комплиментарно на картинок бах смотрится по-другому совершенно у меня чем вот вы увидите этот swatch и последний красная помада которая тоже достался подарок от моей клиентки по работе и потому что она там какая-то там короче шишка в магазине апрель и она горит так оля иди в тот магазин так возьми там тебе короче на сказку под прилавка выдадут комбина у нас в израиле я помню когда ты видела смотрел интервью юды леви все кто из израиля смотрят меня знают к юда леви ты наш наш брэд пит и за местные израильские ну ладно это так громко сказано но в любом случае мне не нравится типа как мужчина визуально мне это не моя не моя эстетика мужчин короче и он говорит его брали трюк ну что ты больше всего любишь в израиле он горит комбинут и он что-то больше всего не любишь израиль горит комбину в общем комбины это то что у нас происходит израиль в общем это герлен и это вот эта вот серия зеркалом зеркало которое залапанное у меня ну короче неважно и это да и это из линейки песен не ошибаюсь которые рекламировала наталья водянова и вот так вот выглядит красный цвет я его достаточно так знаете если переживаю чтобы эти помады у меня прям тут на глазах не поломались очень-очень она напоминает вот наверное надо было мне ее ставить свочи возле клиник она просто практически один в один это просто мы с вами столько что нашли дюйм что вы скажете на это это практично практичный дюб вау вау капец так наверное надо взять этот телефон второй мы который рабочий знаку фоткает и просто за задокументировать и я вам с самсунгами я раньше была человек samsung человек android ду такую как муж мне подарил в январе 21 года айфон и я просто боже как я жила без айфона так в общем смотрим это практически одно и то же он уже мой муж я все время когда про него свой нации пишет мне сообщение пишет не макурой так ну давайте по маку пройдемся у меня всего лишь три помады мак ну может быть больше но я не я не думаю и одна из них представляете одна из них она у меня была потеряна не знаю как ее потеряла я пошла и купила себе еще одну и вы знаете что у маг есть очень много разных линеек то есть есть матовый у них есть кремовые у них есть типа как gloss помады очень разные большие в разнообразной линейки они фанаты не такое что чтоб фанат помад от бренда мак то есть в плане то что не особо в них разбираюсь но я ценю и уважаю вот так я могу это сказать у них просто потрясающий потрясающе у них просто потрясающий потрясающий аромат какой-то карамель на ваниль на вкусный и это у нас сироп и я эту помаду один раз где-то посеяла и потом я пошла и купила себе еще одну она очень красивая хотя вот так вот сейчас я сделаю сводч он какой-то бледный и он какой-то вот если бы я делал если бы я покупала помады ну короче не помню как я эту помаду купила на самом деле и где ее купил ну когда в первый раз то есть вот если мы посмотрим не как будто бы да как будто бы она мне не идет но она очень не подходит и она более такой на осенне-зимний период у меня и две следующие помады я их получила в подарки их не покупала но как оказалось одна из них которая вот это который мы сейчас вами вам ее предоставим вашему вниманию это вырыл по моему когда-то там 158 триллиардов лет назад когда калий дженнер всех нас обманывала что она использует 6 или 7 там и типа карандашей и помад для того чтобы делать эффект увеличенную губ и сама пошла кавкаула филлеры и кстати мне интересно мы и моей аудитории вы вообще в курсе вот этих всех перипетитом с кардашин с это со всеми вот этими вот этими установками и канонами красоты как она сейчас начала у типа плакать что вот почему все осуждают мои луки и в общем весь youtube взорвался и говорит типа боже мои ребята вы же эти сестры вы уже установили вот такие вот непонятные какие-то каноны красоты и сами же теперь от этого страдать и короче и в мне интересно знать и поставьте в ночью напишите мне внизу в комментариях или вы следите за всеми вот этими вот скандалами интригами и расследованиями что касается вот этой темы давайте покажу я вам покажу этот сватч это world от мак и он просто потрясающий это зимний в любом случае это зимний оттенок я его очень люблю вообще помады и да это матовая помада это мэтт липстик и не за чем это сейчас так произнесла отвратительно ну понять простить в общем вот так это выглядит может быть даже две эти помады будет хорошо смотреться одна с другой то есть вот эту нанести как базу потом дайте немножечко подсохнуть и потом нанести вот этот сироп и это будет очень красивый я практически уверена что это будет очень красивый цвет и это будет очень красиво выглядеть и третья помада которая у меня есть от мак это марракеш это же я получила в адвент календаре я бы когда в жизни не купила такой цвет себе я вызов за за хайла в общем я его у меня не понравился самого начала но потом я к нему присмотрелась и это такой очень мне напоминают какие-то горячие специи марракеш этот очень интересный зимний тоже в любом случае это зимний цвет зимних вариант не красиво мне сводчик будут но в любом случае и это такое более рыжий коричневый цвет который я бы сама себе тоже но никогда бы не купила я вам хочу сказать и так сейчас мы остались с моими самыми самыми любимками я вот стирала только что эти следующие следующую группу наших сводчей с руки и вот этот который первый был который клиник он был самый самый въевшийся самый въевшийся в мою кожу цвет самый въевшийся короче помада и так давайте же самое моё самое любимое оставим на потом хотя у меня есть еще вот от этого набора это мне мама моя привозила этот когда в америке покупаешь крем то тебе дают такую целую сумку добра а вот так что давайте знаете что давайте посмотрим вот этот вот цвет и посмотрите как это просто потрясающе выглядит и я по моему когда что-то не помню что я его показывала то ли в каких-то распаковках то ли в каких-то что мне там по подарили и я сказала что это очень очень похоже на самом деле на как минимум карандаш очень похоже на мою самую любимую помаду всех времен и народов это шарлотт филбери и это пилу ток я вообще смотрела у шарлотты у него практически все вот эти вот нюдовые помады они потрясающие и у нее есть несколько линеек и это матовая помада в общем у нее из вот этой вот линейки так которые есть пилу ток еще есть несколько очень классных но на самом деле очень бы хотелось где-то пойти посвочить у нас к сожалению не представлено и это эсти лаудер я хочу вам это показать вот это абсолютно новая неюзанная помада и сейчас мы ее поюзаем ой какая она интересная она очень интересная название то есть фамилию напишу как обычно внизу и посмотрите как она выглядит такая немножко с похоже на сироп но типа вот этот мат маковский сироп и это можно было так сказать что это его этот брат близнец или сестра так это выглядит и карандаш который шел вместе с этой помадой но это кстати не на самом деле не обязательно да не обязательно это 015 blush это вообще они вообще не сразу между собой и этот карандаш не за почему он мне здесь кстати у меня есть несколько карандашей для губ и не за где они на самом деле ну давайте раз он здесь пришел и раз уже здесь завалялся этот блажь 15 ну да это очень очень напоминает нам пилу ток нам это очень напоминает пилу ток гляньте поэтому если я уже начала про пилу ток то давайте уже поговорим про шарлот тилбери и тройку в айсел мы оставим на кунец и так это помада которая уже все но опять же я вам уже рассказывала я не выкидываю так помаду потому что там вот еще вот столько может быть не за назвать меня как хотите абсолютно все равно но я переплавлю то что есть там мы сделаем какую-то диай уай во первых это очень интересно во вторых это увлекательно мы делаем это всегда с илианной единственное что мне надо будет наверное переплавить и засунуть ее в помаду потому что то есть не вполне то есть в какую-то типа от помады до флакон вот или как контейнер потому что я залила это в такой вот пластиковые очень неудобно им пользоваться поэтому может быть может быть мы выковыриваем то что у нас есть в том пластике смешаем все помады которые уже закончились и будет у нас новая классная помада почему бы нет почему я вам ее не показываю случай во первых невозможно во вторых у меня есть вот такой вот набор потрясающий от пилота который я уже просто сложу вот здесь где-то ну вылазь боже мой то что это красота это как вот эти вот есть были у меня когда здесь видите я кстати я поставил свою святую троицу здесь это мои летние три духа я выкинула этим мне вообще все духи стоят с пачками вы видите с пачками с этими с пачками как балерины с упаковками то есть если солнечный свет попадает на духе на аромат то в принципе он портится но я так что посмотрела у меня вроде бы так прямого солнечного света по-моему там его и нет короче я просто меня шиза закосила и я выкинула просто наслаждаюсь я просто почему показываю что у меня там возле духов стояли их маленькие тем доченьки или внученьки не знаю это тоже доченька с этой помадой так все у меня уже зашкаливает и это шарлота тилбери и это пилоток и это самая моя любимая мада на планете и вот так вот у нас пилоток и это у нас от исти лаудер то что мы с вами только что сводчили у меня уже сочи идут как это как как это пишут первом классе вот так или вот так чем ли она мне недавно показывался эти радио не что-то там писала и это мне сейчас эти сводчи идут так так пилоток это карандаш который отразительно выглядит его надо поточить жалко что он не самотучащийся мне кажется что карандаш будет намного лучше сидеть на губах ну потому что он не будет никуда уходить никуда течь мне кажется что у него даже текстура у карандаша соответственно какая-то более ну видите даже немножко отличается вот это карандаш это помада карандаш это помада очень интересно 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 и так это у меня все нюдовая пилоток токнутая и уже я устал видео осталось мать тебя и так вот такой у нас очень красивый нюдовый сводч и так переходим к тройке моих вайселлов и это помада который я вам они уже рассказывала и я ее за ней гонялась реально и я ее как-то увидела в интер короче в инстаграм я увидела на ком-то что-то и не помню что вышла реклама кстати сейчас ребята кто живет штатах во первых большой вам привет сегодня 4 июля и сегодня у вас день рождения ваш прекрасной страны всем вам процветания здоровье счастье богатство и всего самого на лучшее пусть будет у вас спокойно в штатах и пусть уже я вам желаю чтобы кто-то нормальный не только вам всему миру на самом деле желаю чтобы в штатах был нормальный президент не знаю правда нет кандидатов но я в любом случае очень этого хочу так вот кто в штатах риана выпускает почему в штатах кто и кого есть доступ к фэнти короче говоря сейчас вот эти вот глоссе глоссе бомбс которые я очень люблю от риана от фэнти бьюти она выпускает в общем это в виде помад и это вот называется какой-то глоссе стик и я вчера это увидела на это просто боже дайте заверните мне все и так это помада от видим срез от ивсен лоран от вайсел опять же фамилию оставлю внизу и это их одна из новых этих вот линеек я так пила милане у нас если есть у нас корнеры вайсел то не было этой линейки она достаточно новая помада очень очень мягкая поэтому я сейчас делаю сводч ну да сводч на руке это не да то есть не трение которое вы получаете когда вы наносите на губы сейчас там внизу такое трение что просто трындец я немножко аккуратненько это сделаю вот так она выглядит что это вот так вот она выглядит у меня на руке но вы ее не раз и не два могли созерцать не раз и не два я также делаю с ней этот шорт короче она на сводче она более нюдовая чем она у меня на губах может быть это как-то это как-то обусловленного цвета моих губ я не знаю в общем так это выглядит эта помада и это одна из моих самых любимых помад и она у меня вне времени вне времени года и в общем она очень-очень классная это прям моя любовь-любовь и она достаточно так хорошо увлажняет губы и две последние помадки это помада которым не алина алина есть видишь мое видео алина из израиля не моя сестра потому что мою сестру тоже зовут алина и она мне передала эти две помады в общем в подарок и это от YSL и это rouge volupte и это такие помады которые очень-очень мягкие так вот алина которая живет израиль она мне сказала я храню в холодильнике и это имеет место быть потому что они супер 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 мягкие и это первая помада и это 153 номер они на самом деле их не очень так между собой различаю но в том плане что когда ты берешь когда у тебя рука тянется к помаде вот здесь вот кстати видно да этот тон помады сам это очень достаточно удобно но когда они не супер похожи у вас одна с другой вот так выглядит этот 150 ну тоже более такой розовый видите что очень похож на вот эту мою предыдущую помаду это 153 и 2 он более персиковый и он фамилия его 150 и он более персиковый но вы уже слышите по номеру что он достаточно похожий кстати вот этот вот 150 очень похож мне где вот это где она я уже не вижу ее где а вот это это у него какие-то вайбы вот этой помады которая у меня закончилась от гирлян он очень такой почти прозрачный уходящий персик с блестками все как я люблю так это выглядит эти вот из тех помад которые вы наносите не ну без зеркала то вам не на никое зеркало мне не боитесь ошибиться ну все дорогие друзья благодарю вас за просмотр книга жалоб и предложений открытая для вас всегда всем большой любви чему любим жить и что думаете о моей коллекции помад я пошла смывать эти прекрасные сводчи я желаю вам всего самого-самого наилучшего подписывайтесь на мой канал если вам интересен такого рода контент желаю всем всего самого-самого наилучшего и увидимся в следующем видео